Бывает так, что в одной дате сходятся несколько годовщин и юбилеев. И выясняется, что не всегда этому рад юбиляр. А народ при этом торжествует. Аркадий Чунац, Леонид Якубович, приветствую. 15-й год. 31 июля 70. В октябре 25 лет полю чудес. В 95-м году, то есть стало быть 20 лет назад, первая премия ТЭФИ. Это, кстати, она была первая церемония. И первая из двух, да, по-моему. То есть 15-й год это такой фейерверк... Ну, минуточку еще. 20 лет назад ровно. Ровно, так. В Троицу я первый раз в жизни самостоятельно поднялся в воздух. Да. Первый вылет. Да, кстати, вот про Аркадьевича-авиатора не очень много как бы знают. Да, ничего интересного. Нет, почему? Ну, это еще не все. Первый фильм, снятый по моему сценарию. Первая большая главная роль. И первая продюсерская работа. И это еще не все. Так. Моя дочь закончила школу. Первый раз в моей жизни будет поступать в институт. А внучке 15. А внучке 15. А дочке 17. Просто год это такой набор. А сыну 40. Да, да. Два. Кто из родственников разочаровывает? Или все радует? Нет. У меня вся радость, лишь бы они были здоровы. Угу. А все остальное управляется как-то само собой. Угу. Ну, с дочерью или с внучкой это вообще не разговор. И все это знают. Никакой дисциплины я таю. Угу. Сын взрослый. Жену воспитывать бессмысленно. Мы живем в параллельных измерениях. У нее один фетиш в голове, кроме меня. Угу. Это сад. Ага. Я в этом вообще ничего не понимаю. Мое дело только привозить из любых командировок что-нибудь такое, что можно посадить в землю. Угу. Это с утра до вечера. С 7 утра и до 10 вечера она там. Так что... Кстати, вот про семейную тему. Хотелось бы здесь немножечко, что называется, сопоставить показания. Читаю в одном из интервью про то, как познакомились родители. Что мама выслала, ну еще не будучи знакома, на фронт варежки. Они оказались обе то ли правых, то ли левых. Значит, боец ответил, завязалась переписка, так познакомились родители. В другом интервью считаю, что они познакомились непосредственно на фронте. Где... Нет, нет, нет. Действительно было письмо, и действительно отец несколько обалдел. Ага. Письмо начиналось, дорогой товарищ боец. Ага. Ну тогда все писали. Это просто анонимно отправлялось. Абсолютно. То есть было непонятно, кто получил. Абсолютно отправляли, кто получил. И было подписано Рима-М. Ага. На что отец ей имели, дорогая Рима-М. Ну и дальше шло. И приложены были эти две варежки. Угу. Сохранились эти вот... Нет, варежки не сохранились. Одно письмо осталось. А, письмо есть, да, вот это? Нет, нет. Нет. Другое письмо с фронта. Есть две фотографии отец в форме. И каким-то чудом сохранившаяся фотография, маленькая фотокарточка, где отцу вручают орден Будённый. В 43-м году, у него даже была неделя, или 44-й год, неделю ему дали 7 дней, он в Москву орден, и они с матерью тогда встретились первый раз. В Москве всё-таки не надо было. А потом была контузия под Калининградом, под Кенигсбергом, и дальше он отслуживал здесь уже в штабе БТМВ. И мы по ночам, с матерью я был маленький, совсем он служил до 52-го года, значит, я это помню, или до 51-го года. И мы по ночам с Курского вокзала носили ему манную кашу, у него была раневая язва, в штаб. Как раз напротив Боровицких ворот они тогда сидели, и он по ночам, вождь работал ночью, и мы таскали манную кашу. Есть существа, которые не едят, как говорят, манную кашу, в принципе, это кошки. Мы... что, вот прям... Дайте. Да? Как можно решиться взять такое маленькое животное? Вдруг оно начнёт сейчас царапаться, вдруг оно начнёт... Я знаю, кстати, что народный любимец обзавёлся котом в этом году, кстати, ещё 15-й год. Это не я обзавёлся котом, а обзавёлся котом моя дочь. Так. Она садилась в машину и не успела закрыть дверь. Так. Вдруг к ней впрыгнуло рыжее существо, которое стало с ней разговаривать. И она мне позвонила, сказал, папа, можно? А что можно? Когда она и так знала, что можно. Что, моя рыба дорогая? Как назвали? Сэр Томас. Он называется рыжий, наглый, какой-то перерабатывающий комбинат. Он всё время ест. Или всё время просит есть. Что, моя кисенька? А наглость важна вообще для работы по шоу-бизнесу, если мы про телевидение тоже говорим, как про составной шоу-бизнес? Это надо? Необходимо? Видишь, я думаю, что в некотором смысле наглость – это составная часть актёрской профессии. Любого актёра? Любого. Прошу пояснить. Но только составная часть. Что такое наглость, вообще говоря? Это как бы преодоление неких комплексов. Есть люди, которые боятся качки, например, на море. Есть люди, аэрофобия, боятся влетать. Это надо как-то в себе преодолевать, батюшки мои. Дядечка, мы разговариваем, дроп мой. Нельзя ли вас попросить, товарищи? Вот. Ну, продолжаем разговор. Короче говоря, я думаю, что именно этому в том числе учат в театральных вузах. Это, на самом деле, это очень... Ну, это страшно выходить из-за кулис в свет рампы. Это зажим определённый. И только с течением времени нарабатывается определённое чувство, определённое внутреннее состояние, которое позволяет тебе держаться раскованно. Заменим слово наглость на раскованность, на раскрепощённость. Но без этого не будет ничего. Кстати, опять же, хотел бы здесь уточнить. В одних источниках указано, что поступил сразу в три училища, вдруг подал документы. Нет. В два прошёл... Нет, я прошёл творческие туры. Куда? В Щепкинское, в ГИТИС и, по-моему, в Щуку. Но я сейчас не помню. Где-то один тур и где-то два тура. Сейчас я уже не помню. Но... Что, дальше отец не пустил? Он не пустил. Он просто сказал, я тебя редко о чём-то прошу. Вот у меня к тебе есть просьба. Сначала получи профессию, а потом уже всё остальное. Я боюсь, что она просто на микрофон как-то... Вы знаете, что вы лезете на микрофон, товарищ? Они же ничего не знают. Садитесь вот сюда. Сиди здесь. Сиди здесь спокойно. Естественно, вот, пожалуйста. А первый выход, если мы говорим про рампу сцены, первый выход на какую-либо сцену? Когда это было? Школа. Самодеятельность школьная? Школьная самодеятельность. С чем? Шут в 12-й ночи по Шекспиру. Это тот самый случай, когда вполне было определено, чем может заниматься моя мать, а чем нет. У неё вообще руки были приделаны не к тому месту. Она могла всё, кроме... Она была замечательной докторой, её обожали. Как она говорила, бабы меня обожают. Ну, я рассказывал об этом. Родители должны были пошить костюмчики. Ну, естественно, значит, одежда, клоуна, шута, они разные. Значит, было куплено одинаковое количество синей материи и красной материи. С синей материи мать шила. Получилась штанина, половина курточки и колпачок. А красной не хватило ни на что. Как она ухитрилась это сделать, неизвестно совершенно. Ну, и сейчас, я насколько понимаю, буквально, ну, что не на днях, на неделях, обнаружилась целая деревня однофамильцев в Беларуси. Их три. Якубовичи, да? Их три. Одна под Минском, но от неё ничего не осталось, там коттеджи и посёлок. Одна в Брестской области, я там не был. А одна, вот где я был, это на границе с Литвой. Угу. Очаровательная деревня. Осталось, правда, всего 60 жителей. Деревня, ну, несмотря на поразительную какую-то чистоту, не только в этой деревне, а вообще в Беларуси. С удивлением, не то, что бумажки или окурка, вообще ветки сухой ты не сломаны, не найдёшь на обочинах. Всё прибрано, всё чистенько. Но, к сожалению, деревни умирают. Всё-таки переезжают в город очень много народу. Молодёжь не остаётся. Это, ну, такая проблема. Но меня так щипануло за сердце. Понимаешь, я не буду тебе врать, я до сих пор, несмотря на два высших образования, я до сих пор не понимаю, как работает телевидение. Услышать это, конечно, от тебя. Я серьёзно, ну как, мы с тобой разговариваем, а это кто-то видит в Владивостоке. Это же нельзя себе представить. То есть умом я технику понимаю, но чтобы сердцем – нет. Поэтому, когда вдруг выстроились все, какие-то бабушки рыдают, ну просто что-то, явление Христа народу. Это как-то, как-то молоко притащили откуда-то, накрытый стол, цветы пошли. Это даже не просто приятно, но это даже, как сказать, я даже, знаешь, я так разволновался, и мне неудобно стало, я отвернулся, потому что у меня прям слёзы на глазах. А вот когда началась вся история, ну такая вот уже вот с телевидением, ну я имею в виду поле чудес, прогнозы какие-то для себя делались, что это на год, это на пять лет, это… Как? Был прогноз, что я, это, вот это крайний раз, я сказал, две съёмки, я сказал, всё, вот здесь прогноз. Кому? Листьеву или кому? Я им сказал, они… Они это кто? Владом, я сказал, всё. Влад, ты любимый? Кто там тогда был? Влад, я сказал, всё. Почему? Ну зажим, вот это то, о чём… Зажим был дикий. Ну дикий, страшная история. Я орал так, что у нас звукорежиссёр, который до сих пор работает, в всё время Танька Дёжикова, Танюшечка работает с «Ладовс», но она глохла, так я орал от зажима. Смотрел в разные стороны, неожиданно прекратил игру со зрителями, она тогда была, куда ты идёшь, когда здесь кадр? Стой здесь. Вот. Когда узнавать стали? Узнавать стали сразу, после первого же выхода, учитывая, что это была мегапопулярная, конечно, передача, сразу, со старта, не только сейчас. Ну, думаю, что да, где-то через месяц-полтора уже стали оборачиваться на улицах, через год я просто, к сожалению, перестал ходить в любимое место, я обожаю рынок, и уже… Ну, и потом начались всякие… Всё имеет обратную сторону. Это… Привыкнуть к этому… Я бы сказал, нельзя… Нет, можно к этому привыкнуть, но всё равно иногда… Во мне всё равно живёт до сих пор удивление, из каких песен, чего вдруг, ну что особенного, ну ведь ничего особенного, ну согласись. Всё ведь уже, наверное, да, доведено до такого полнейшего автоматизма, вот всё-таки, наверное, надоело, да, за четверть века? Ты понимаешь, что… Есть такая буква, пресс-студию… Я тебе скажу, это то же самое, как спросить хирурга, не надоело ли ему оперировать. Поскольку за 25 лет ни одного сценария не было ни разу, я понятия не имею, кто войдёт в студию, и всё и сплошная импровизация, то, конечно, до и после, особенно до, ну, конечно, уже трудновато идти. Но как только мотор, в эту секунду концерт для 300 человек, которые сидят в студии, и ты сам начинаешь от этого получать удовольствие, возникают мгновенные ситуации, такая комедия положения в миниатюре. Вот в тот год, который был для Якубовича в «Поле чудес», было несколько, то, что называется словом «факап», то есть несколько было провалов. Один раз, я знаю, был размагнитен мастер с вручением, с выигрышем, и там всё это потом пришлось переписывать. Это мне ещё Влад рассказывал. Пару раз я знаю, что он, ну, мы все знаем и помним, что он, как, в общем, положено, любому отечественному журналисту крепко выпивал. Пару раз Любимов ввёл выпуски, когда он просто не являлся на съёмку. А вот 24 года после Влада были какие-то накладки уже? Нет. С Сокувовичем не было накладок, ни одной. Не разу. Одна была в прошлом году, когда у нас девушка Рима, которая всё время открывала букву, она ушла в декрет, она мамой стала. И пришла новенькая, и так волновалась, что открыла не одну букву, а две. И я совершенно не скрывая сказал, ребята, произошла ошибка, мы готовы компенсировать для двух игроков, которые оказались в делаемом положении, мы их вызвали второй раз. Я объявил это на весь свет, и действительно они приехали там через некоторое время на ещё игру и играли. Это был экспромт, или работа всё-таки вот с ухом, и там сидит продюсер? Без уха. Якубович без ушей. У меня нет уха. У меня единственное есть ухо, которое работает на микрофон. Студия большая, как ты понимаешь, а иногда с детьми приходится говорить шёпотом. А поскольку надо самому себя слышать, то эта штука приделана для того, чтобы я когда в микрофон говорю, чтобы я так разговаривал. Вот это единственное. Были несколько случаев, ну они довольно... Что ты хрыквишь? Мне здесь нравится больше, чем тебе. И урчит. Это из категории легенд о том, что сцена совершенно магическое место действия. Какое-то зазеркалье. И действительно, температура проходит, и легенды о том, что балерины с трещиной в ноге дотанцовывали партию до конца. Это правда. А был какой-нибудь температура проходила? Было не два, а три случая у меня было в жизни. Ночью у меня... Я проснулся... А, два зуба когда вырвали в 6 утра? Точно. Я приехал сказать, ребята, что я... Я просто света белого не видел. А что это работает? Адреналин? Нет, объяснить это невозможно. Это что-то же выбрасывается на педагогическом уровне. Понимаешь, я думаю, что это психофизика. Ну, это... Я даже не знаю, какой-то магия есть, какой-то гипноз есть того, что называется сценическая площадка. Просто объяснения нет никакого. Хорошо. А с полетами? Вот когда ты... Когда мы говорим про Яковича-пилота, когда он за штурвалом, это есть адреналин? Или это просто удовольствие и расслабление? Никакого адреналина нет вообще. Более спокойного существа, чем я за штурвалом, за рулем автомобиля или ночью в кабинете, нету. Это абсолютный покой. И если сказать... Это совершеннейшее счастье. Просто абсолютно. Никакого адреналина там вообще быть не может. Потому что авиация, адреналин, это нонсенс. Глупости какие-то. Почему, собственно, с чего? Хорошо, ну а в первый раз? Первый раз это другое. Первый раз я был мокрый с головы до ног от того, что, во-первых, я тут, во-вторых, оно еще летит. Ну, в общем, это скорее психическое такое, психологическое напряжение было в большей степени, чем физическое. А потом... Персональный джет есть? Летаем на собственном самолете или нет? А зачем? Не знаю. У меня Травольта летает. Нет, Травольта летает... Он, в общем, умничка, молодец. Он не просто пилот, он водит Боинг, у него собственный Боинг. Да, да, да. Понимаешь, я тебе так хочу сказать, то же самое, для чего нам с тобой нужны машины. Автомобиль нужен... Нет, это же не просто об удовольствии. Это средство передвижения, которое позволяет тебе перемещаться по работе быстрее, чем на общественном транспорте. В этой связи и самолет нужен для этого же. Есть люди, которые... Это необходимо. Он не может зависеть от регулярности рейсов или от того, есть погода или нет погоды. Он должен оказаться в этом месте, в это время, потому что это бизнес. Ну, у него есть свой самолет, ему он для этого нужен. А мне зачем? Если мне надо, я звоню в аэроклуб, мне подлетнуть до 45 минут на час, да вполне достаточно. Ну, можно год не летать или два? Нет, невозможно, да? Это наркомания. То есть это, в общем-то, да? Совершеннейшее заболевание. А эфир тоже наркотик? Конечно. Да нет, понимаешь, я бы так сказал, удовольствие это наркотик. Все, чем я занимаюсь в жизни, это удовольствие. Просто без этого удовольствия жить нельзя. Я вот по темпераменту, зная там какие-то эпизоды биографии, там разборок с бандитами и поезды в Чечню, то есть по темпераменту я понимаю, что удовольствие может быть сидеть за штурвалом самолета. Какое удовольствие в коллекционировании? Вот это же другой совершенно склад должен быть. Нет, видишь, смотря что... А вот смотря что... Я, например, много лет в своей жизни собирал бумажные деньги разных стран. Причем... Это называется нумизматика? Нет, это не нумизматика. Я понятия не имею, как это называется. Но это просто красиво. Знаешь, я никогда... Просто так не случилось, не то, что я такой хороший. Я никогда не мечтал быть там олигархом. Почему-то. Я не знаю почему. То есть есть вещи, которые мне очень хочется иметь. Повторяю, вот, например, самолет мне не хочется иметь. И даже яхту я не хочу иметь, потому что я на ней засыпаю. Укачивает? Меня укачивает, как ребенка. Я просто засыпаю себе и сплю. Поэтому... А больше, ну что... У меня в принципе все, что я должен был отдать детям, у меня есть. Я построил дом. Я купил сыну квартиру. Сын дерево, дом, набор. Да, я посадил и немало деревьев. Дом, да, такой набор. Нет такой вещи, чтобы она меня заставляла не спать по ночам, от ужаса, что у меня этого нет, и надо немедленно это... И вообще надо что-то, чтобы это было. Просто такой вещи как-то... Ну, нету. Не случилось. Вот слава утомляет, потому что я знаю, что отказано десяткам разных журналистов разных изданий, каналов в интервью. Или она утомляет, когда она по поводу годовщины? Во-первых, разные вещи. О разных вещах сейчас спросил. Во-первых, это не слава. И давай поставим точный акцент. Это узнаваемость. Это даже... Это не популярность. Это узнаваемость. Ой, вот это вот мы сейчас включили слово. Хорошо? Нет, нет, имеешь право так. Я имею право. Это функция телевидения. 24 года мелькать на экране. У каждого в доме, хочет он это или нет, меня просто узнают. Вот, собственно, и всё. Вот так давай определим. Нет, давай всё-таки называть вещи своими именами. 24 года именно потому, что делается рейтинг и доля. Не было бы ни 20, ни 15, ни 4 лет, если бы Якубович не стал бы делать долю. Мы все профессионалы, мы прекрасно понимаем... Ты понимаешь, я не могу тебя... ...что никто благотворительностью в нашей сфере заниматься не будет. Я с тобой и спорить не могу, но и согласиться с тобой не в состоянии, потому что... Понятно, природная скромность не позволяет согласиться. Нет, дело не природной скромности. Я совершенно отчётливо, да пытаюсь отдать себе отчёт, что происходит. Я действительно не понимаю, как сущности не очень интеллектуальные забавы столько лет привлекают внимание. Какая-то доля моей заслуги есть, но так не бывает. Один человек ничего сделать не может. Это глупость. Товарищ, я стал 16-летним подростком. В общем, да. В каких-то вещах тогда надо поиграть. Мы заканчиваем игрой. Вот в этом красном мешочке. Можем вас попросить на секундочку? Отойдите. Вот у кого надо. Вот у кого надо. Сейчас микрофон снимем. Вот это животные и дети. Перебить это нельзя, товарищ. Можно попросить вас на секундочку? Что я должен делать? Буду вытащить фишечку. Там их четыре. В соответствии с цветом карточек. Вытащить любую. Подожди на секунду. Хочешь вытащить? На вытащи. Вот, значит, правильная энергетика. Они же ведутся исключительно. Абсолютно. Они же животные и дети. Да, их обмануть невозможно. Знаешь, как я и однажды с быком играл? С быком? На уши. Харида? Желтая. Желтая, да. И что теперь? Любую желтую карточку. Нескера про БК только договори. Вот так случилось просто. Неловкий вопрос. Притворялся ли вы спящим, чтобы не уступать место транспорта? Не уступать место, да, вопрос такой. Нет. Вступать место? Да. Не уступить место. Нет, не притворялся. Нет, ну, а в школьные там годы когда-нибудь? Это я, это с детства убито. Угу. Я. Вот этого действительно не было никогда. Ну что, я подумал про себя, что не только он талантливый, любимец всего народа, не только он скромный. Нет. Он еще, на самом деле, и благородный. То есть человек всегда уступает место. Ну, никому он не может уступить место, да, в капитал-шоу. Коль чудес. Потому что это уже будет другого шоу. Я не поздравляю с 73-м, потому что не положено накануне поздравлять. Я поздравлю 31-го июля. Спасибо за котик. Спасибо за котик.